Под занавес 2020 года КАМАЗ удивил публику проектом компактного электромобиля КАМА-1. На самом деле трёхдверный хэтчбэк разработал питерский политех, а большую часть средств выделило Министерство образования. КАМАЗ скромно именовал себя индустриальным партнёром, как оказалось, проект GIS. Для его реализации создано отдельное акционерное общество КАМА, которое профинансирует частные инвесторы. При этом сама КАМА успела здорово измениться. Правда, доказать это соответствующим фото или видеорядом мы пока не имеем возможности. Так что вынуждено покажем лишь прошлогодний концепт. В актуальной версии, которую предъявляют потенциальным инвесторам, модель стала на метр длиннее, а также обзавелась более мощным мотором и ёмким аккумулятором. Впрочем, в новом электромобиле возможно использование отдельных элементов конструкции от КАМА-1. Но по большому счёту перед участниками проекта сейчас фактически стоит задача создать совсем другую, переднеприводную машину. Добавим, что согласно планам Минэкономразвития, в 2024 году КАМАЗ должен выпустить сразу 5000 автомобилей на электротяге. А значит, создателям будущей серийной КАМы придётся поспешить. Для бывшего фордовского завода во Всеволожске неожиданно нашёлся покупатель. Напомним, что ленинградский конвейер остановился летом 2019 года, как только Форд принял решение свернуть выпуск и продажи легковых моделей на российском рынке. До этого предприятие годовой мощностью 125 тысяч автомобилей выпускало «Фокусы» и «Мондео». Сразу после ухода американской марки заводом интересовались два инвестора. Однако до реальных сделок дело тогда не дошло. Сейчас же, по словам чиновников, некая компания не просто интересуется замороженным конвейером, а уже оформляет покупку. В ближайшее время мы узнаем собственника данной площадки. Мы уже приступаем к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придёт работать на эти производственные мощности. Логично предположить, что потратить около полутора миллиардов рублей на такую покупку могут разве что китайские компании. Например, «Черри», которая сегодня вынуждена возить кроссоверы напрямую из Поднебесной, уплачивая большой утилизационный сбор. Добавим, что легковые Форды запросто могут вернуться. В Елабуге на втором фордовском заводе некоторое время назад побывала группа неавтомобильных журналистов, которым показали подготовку новых линий. Если по-русски, чем чёрт не шутит? Мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нём. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники. И в этом нет ничего невозможного. Елабужский конвейер уже выпускал разнообразные грузовые и пассажирские транзиты на одной линии с кроссоверами Kuga и Explorer.